В прошлых видео мы изготовили корпус судна, теперь нам предстоит установить в него электронику и прочие механизмы. Но чтобы сделать это правильно, придется хотя бы немного, но разобраться с теорией корабля. Для наглядности объяснения я нарисовал небольшую сцену с картинками. Допустим, это корпус нашего судна, и мы спускаем его на воду. Судно погрузится в воду на какую-то определенную глубину. Этот параметр в судостроении называют осадка судна. При погружении, по закону Архимеда, судно вытеснит с собой объем воды, равный по массе, массе самого судна. Этот параметр называют водоизмещение судна. Водоизмещение обычно измеряется в тоннах. Если все сделано правильно, судно будет плавать над водой. Это свойство судна называют плавучестью. Плавучесть бывает положительная, когда судно плавает над водой, отрицательная, когда судно тонет, или нейтральная. При нейтральной плавучести судно находится в пограничном состоянии. При малейшем воздействии оно может начать тонуть. Поэтому для безопасного плавания судно должно иметь запас плавучести. Этот объем надводной части судна и обеспечивает нам запас плавучести. Линию воды, по которой корабль погружен в воду, называют ватерлинией, сокращенно ВЛ. Линию воды, по которой можно безопасно осадить судно, нагружая его грузом и при этом не снизить запас плавучести ниже опасного, называют грузовой ватерлинией, сокращенно ГВЛ. Обычно корпус судна ниже ватерлинии окрашивают в красный цвет. Таким образом, если корабль получит пробоину выше текущей ватерлинии, это никак не скажется на его плавучести. Но если он получит пробоину ниже ватерлинии, вода начнет заполнять корпус и снижать запас плавучести. Если вовремя не заделать пробоину и не выкачать воду за борт, корабль утратит плавучесть и начнет тонуть. Для увеличения непотопляемости судна принимают следующие меры. Разделяют корпус корабля водонепроницаемыми переборками. Таким образом, при пробитии корпуса ниже ватерлинии будет частично затоплен всего один отсек. Корабль потеряет часть плавучести, но не утонет. Это даст команде время заделать пробоину или, если это невозможно, корабль все равно сможет добраться до порта. При затоплении, например, носовой части, корабль накренется на нос и осадка носом станет больше, чем осадка кормой. В таком случае говорят, что корабль имеет дифферент на нос. При осадке же кормой говорят, что корабль имеет дифферент на корму. Если осадка носом и кормой одинаково, то говорят, что судно на ровном киле. Также дифферент может дать неправильное размещение груза или механизмов. В этом случае надо просто переместить часть груза в противоположную от дифферента сторону. Так как дифферент снижает мореходное качество, его следует избегать. Подобно дифференту существует и наклонение судна на борт. Такое наклонение называется креном. Соответственно, бывает крен на левый и правый борт. Крен может вызвать боковой сильный ветер или, опять же, неправильно размещенный груз. Еще одно важное свойство судна, которое есть в теории корабля, и называется оно остойчивость. Остойчивость – это способность судна возвращаться в вертикальное положение после того, как причина крена прекратила свое действие. То есть перестал дуть ветер, стихли волны или груз вернули на свое место. В основном, остойчивость зависит от того, где расположен центр тяжести судна, сокращенно ЦТ, и от формы подводной части судна. Тут правило такое – чем ниже центр тяжести, тем выше остойчивость. Чем выше центр тяжести, тем ниже остойчивость. Покажу на примере. Для наглядности я распечатал маленькую модельку кораблика. Как мы видим, у модельки неплохая остойчивость. Давайте теперь добавим груз. Груз никак не ухудшил остойчивость, даже наоборот она стала немного лучше. А теперь тот же опыт, но груз мы подняли немного выше. Можно сказать, что корабль получил крен на левый борт. Центр тяжести стал выше, и судно практически утратило остойчивость. Теперь оно даже не может вернуться в первоначальное положение. А теперь поднимем груз еще немного выше, и судно полностью утратило остойчивость. Насколько это плохо – судите сами. Для чего я все это рассказываю? А вот для чего. Нам надо установить в корпус нашего судна силовую установку, она же двигатель, и передать крутящий момент от двигателя к движителю, грибному винту. Так как двигатели для крупных судов, двигающихся в водоизмещающем режиме, достаточно массивные, желательно устанавливать их ближе к центру судна, чтобы не было дифферента и крена. При таком расположении нам придется проходить через корпус судна, чтобы передать крутящий момент от двигателя к грибному винту. Проще всего сделать это с помощью длинного вала, его называют грибной вал. И тут начинается самое интересное. В том месте, где мы пробили грибным валом корпус, по сути, получилась пробоина ниже ватерлинии, и при вращении вала вода будет просачиваться в корпус судна, если не принять соответствующие меры. Какие сразу могут возникнуть идеи по решению данной проблемы у людей, не знакомых с теорией корабля? Ну, например, давайте проведем вал через корпус выше ватерлинии. Хорошо, провели. Но теперь двигатель оказался гораздо выше, чем был раньше, и так как он тяжелый, у нас сместился центр тяжести. При этом судно стало менее остойчиво, что плохо, как мы уже выяснили. А еще винт оказался близко к поверхности воды, от чего может возникнуть поверхностная аэрация, или оголение части винта при ходе на волне. В этом случае упор винта резко падает, а частота вращения двигателя может превысить допустимый максимум. Хорошо, уговорил. Пробиваем корпус ниже ватерлинии, а грибной вал засовываем в трубу, верхний конец которой будет выше ватерлинии. Теперь, как в сообщающихся сосудах, вода не сможет подняться по этой трубе выше ватерлинии. Таким образом, мы решили одну из двух проблем и сразу получили третью в подарок. Мало того, что центр тяжести подняли вверх, ухудшив остойчивость, так еще и угол упора винта изменился. Получается, что винт отбрасывает воду под углом вниз, а значит мы будем тратить часть мощности двигателя на выталкивание корабля из воды. Непростая задача, согласитесь. Да еще и при полном ходе получим дифферент на нос. Небольшой угол наклона до 12 градусов все же допускается, он не сильно влияет на мореходное качество и КПД движителя. Но для максимальной эффективности, ось грибного винта все-таки должна находиться параллельно плоскости ватерлинии. Тогда винт будет отбрасывать воду строго назад, а корабль будет перемещаться вперед без дифферента. Хорошо, говорил, опускаем двигатель как можно ниже, располагаем ось грибного вала и винта под минимальным углом. Теперь осталось решить всего одну проблему, герметизация места прохода грибного вала через корпус судна. Собственно та проблема, от которой мы и начали всю эту пляску. На самом деле в судостроении эту проблему решают закладкой грибного вала специальную трубу, которая уже и проходит через корпус судна. Данная труба в судостроении называется дейдвудной трубой. Давайте подробно рассмотрим устройство простейшей дейдвудной трубы и то, как она обеспечивает герметичность. Дейдвудная труба – это труба, которая имеет внутренний диаметр немного больший, чем диаметр грибного вала, который через нее проходит. С двух сторон дейдвуд имеет подшипники, как правило скольжение, а все внутреннее пространство между стенками трубы и грибным валом заполняют вязкой консистентной смазкой, которая препятствует проникновению воды. В качестве такой смазки можно использовать солидол или литол. В старой литературе эту смазку еще называют тавот или заполнить тавотом. В следующей части мы как раз займемся изготовлением самодельного дейдвуда и поставим несколько экспериментов с его участием. Я рассказал и расскажу лишь ничтожно малую часть из теории корабля, так как она просто огромна. Всю необходимую теорию можно найти в книгах по судомоделизму и кораблестроению. Несколько хороших книг я оставлю в описании под этим видео. Хотел рассказать теорию и показать практику в одном видео, но оно получилось бы очень длинным, поэтому продолжим в следующем видео.